Всем привет! С вами рубрика «Мой питомец» и в ней мы знакомимся с различными породами собак. Порода с самой тяжелой шерстью в мире, которая может достигать в весе около 7 килограммов. Если вы увидите эту собаку на улице, то непременно захотите потрогать ее дреды. О чем я сейчас говорю и что это за порода, вы узнаете прямо сейчас. Командор или венгерская овчарка – одна из древнейших и самых крупных пород, которая входит в пятерку самых дорогостоящих в мире. Их история началась в Венгрии и говорят, что благодаря пастушьим способностям командоров на этих территориях практически были истреблены волки. Собак специально делали белого окраса, чтобы они с одной стороны маскировались среди овец, с другой были легко отличимыми от волка. Физические особенности. Это очень крупные собаки и к тому же чисто белого окраса. А их шерсть образует длинные шнуры, напоминающие дреды. Будущий владелец Командора может сразу задать вопрос, как собака видит через такую завесу. А видят они отлично. Шнуры достигают 20-27 сантиметров в длину, растут медленно и на протяжении всей жизни. Для правильного формирования их нужно заплетать, иначе собака превратится в один большой клубок шерсти. С первого взгляда кажется, что у собаки нет хвоста вовсе, так как он полностью скрыт под шнурами. И, конечно же, все без исключения обладают черным круглым носиком. Семья. Командор идеален, как сторожевая собака. Он бесстрашен, смел и всегда бдителен. Король овчарок предан своему хозяину, добр и ласков. К другим домашним животным венгерская овчарка относится вполне лояльно, если, конечно, социализированы с раннего возраста. К детям относятся бережно и с любовью. Не забывайте, что эта собака прежде всего сторож, поэтому к чужим недоверчиво и подозрительно. Очень маловероятно, что командор будет приветствовать гостей. Венгерские заводчики говорят, что на территорию командора можно зайти, но выйти с нее уже непросто. Чтобы привыкнуть к новому человеку, ему нужно время, зато потом он помнит его годами и горячо приветствует. Тренировки. В отличие от других пород, командоры способны работать без помощи человека, зачастую в километрах от него. В результате порода очень независимая и своевольная. Они решают, что им нужно даже тогда, когда хорошо дрессированы. Пастушья собака счастлива, когда она за работой. Если у вас нет стада овец, обеспечьте ей должную нагрузку, как физическую, так и интеллектуальную. Еще одна проблема, с которой может столкнуться владелец – это лай. Они очень-очень громко лают и делают это с удовольствием. Пастушьи собаки должны предупреждать хозяина о приближении чужих, а лучше отпугивать их с помощью лая. Но не все соседи будут рады таким способностям. Уход. Образование шнуров у командора происходит само по себе, но уход за шерстью становится необходимым, когда шерсть щенка достигает плотности и длины, при которой ее нужно разделять, чтобы она не путалась. Чем взрослее командор, тем реже нужно проводить эту процедуру. Из-за малой распространенности собак, большинство грумеров не знают, как стричь эту породу. Поэтому с этим могут возникнуть сложности. Процесс очень простой, но зачастую долгий и нудный, особенно при длинных шнурах. Владелец командоров должен быть особенно бдительным в борьбе против блох, клещей и подобных вредителей. Сложность в том, что их сложно рассмотреть под густой шерстью собаки. Командор подходит опытным владельцам, которые точно отдают себе отчет, зачем они купили эту породу и как именно за ней ухаживать. Безусловно, это нелегко. Но если для вас это все не проблема, тогда командор наградит вас огромной любовью и преданностью. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения. И всегда помните о том, что мы в ответах за тех, кого приручили.